Сейчас уже можно говорить о каком-то первом номере, кто сыграет против Ирана, в таком сильном сопернике? Могу только сказать, что эти два матча сыграют Селихов и Сафонов, вернее планируются. Кто где, пока не знаем. Это значит, что Мазун нас только не убедил. Вызвали познакомиться с Французом? Кого? На Зуна. Почему? Ну, вы назвали, что планируются два вратаря. Ну, давайте начнем с самого начала. Чтобы там будут вопросы и про Лан Тратова, давайте я сразу одним вопросом отвечу. Заявку, расширенный список нужно было подавать до начала возобновления чемпионата. То есть было непонятно, кто начнет сезон, например, в Локомотиве. Если в Спартаке и в Динамо играл Лещук и Максименко, и мы знали, что это заранее было уже обговорено все, что на кубок играет, например, Максименко Саша, а в чемпионате Селихов играет Игорь Лещук в кубке, а в чемпионате Антон. Там было все понятно, поэтому сразу включили в расширенный список и Селева, и Селихова, и Антона Шунина. В Локомотиве было непонятно, туда Илья только пришел. Там еще два хороших вратаря. Чемпионат не возобновился, и мы не знали, кто начнет первым номером. Это чтобы вот эти все вопросы предупредить. Потом, значит, ситуация была с Матвеем Сафоновым, если знаете. Было подозрение на коронавирус, были тесты и положительные, и отрицательные. И два было положительных, и было три отрицательных. И было непонятно, кто будет. Будет он, не будет. То есть он уже приехал в последний момент. В Краснодаре последний матч не играл. Поэтому вот так вот и сложился список. Было три вратаря. Позвольте я уточню просто сразу. Заявка была чуть раньше, чтобы подать на визу. Почему раньше? Иранцы сказали, что надо было подать визу, иначе мы потом не получили бы. До начала чемпионата, до возобновления. Как сейчас состояние Матвеем Сафоновым? Он лучше. Он тренировался сегодня уже лучше. Но мы не знаем. Вчера тест показал, что отрицательный, слава богу. Но не знаем, он же все-таки болел. Да, у него была температура. И он себя не очень хорошо чувствовал еще два дня назад. Дмитрий Витальевич, Валерий Георгиевич говорил по вратарям обращаться к вам. И почему все-таки на вратарение действуют правила до 30 лет? Ну, вратарь это такая позиция, где вообще не надо смотреть ни на возраст, ни на вес, ни на рост. Ну, на рост, естественно, есть какие-то там ограничения, там совсем маленький вратарь не может быть. Я вам пример приведу просто последнего чемпионата мира. Средний возраст вратарей 30 с половиной лет. Средний возраст вратарей чемпионата Европы 29 с половиной лет. Ну, вратарь это такая позиция, где вратарь, во-первых, может играть долго. И, наоборот, вратарь созревает позже. То есть у них другая дорога, свой путь. Жизнь другая и позиция другая, более ответственная. Валерий Георгиевич, до этого вызывался в сторону Амайя. Он говорил, что вы после этого с ним были на контакте. Почему сейчас его нет? Даже бы не было в Рашиде. Ну, объясню, потому что концовку чемпионата играл тоже не он, да, Богдан Овсяников. И мы тоже, опять же, подавали, я же, это же тот же самый ответ, что мы не знали, кто начнет чемпионат. А если он не был первым номером в Крыльеве Советов, да, и мы не знали, будет ли он первым номером в этом году, это мы узнали после того, как подали документы на визу. Ну, как мы могли включить его? То есть тут не дело в том, что он рискованно играет, его стиль игры не разудил? Нет, стиль игры смелый, это хорошо, и с ним на эту тему говорили, что надо. Он должен смело играть, но надежность должна присутствовать. Он должен добавить больше надежности в игре. Виталий Витальевич, рассматривались сборную легионеры, Миранчук и Головин, с вратарской точки зрения не рассматривались легионеры? Ну, не рассматривались и по тем же причинам, что до этого не рассматривались. Ну и потом сейчас ребята не играют, да, наши там, если уж так говорить, ни Андрей не играет, ни Никита, и вчера с Никитой тоже разговаривал, пока не играет. Вот как раз по поводу Никиты Хайкина, вот как оценить его, может быть, его переход в фристоль, сейчас, учитывая то, что он не играл даже, не смог даже дебютировать, как-то кажется, что кого-то не дают шансы. Как Никита самому чувствуется? Никита знал, куда шел, он знал, что там уровень, во-первых, выше, он знал, что там не будет сразу ему, никто не даст первым номером, да, он его должен заслужить, и эта дорога может быть очень долгая. Потом этот контракт в Бристоле, он короткий, он только до мая, и, в общем, оно идет так, как оно, в принципе, и предполагалось, как и мы с Никитой говорили, оно так оно идет. Пока надо ждать, и ждать своего шанса, и терпеть. Виталий Петрович, еще вопрос по поводу Хайкина. Насколько я знаю, что сборная Израиля заинтересована в том, чтобы он играл за них, не было ли плана пригласить его в сборную, чтобы заиграть за Россию? Ну, у нас планы есть, мы его и вызывали. Вчера я ему тоже сказал, что как только будет возможность, я бы хотел, чтобы он, ну, скажем так, дал мне повод вызвать его в сборную, да. Я имею в виду то, чтобы он играл. Если он не играет, конечно, вызов получить сложнее. Виталий Александрович, у меня вопрос по поводу имиджа Матвея Сафонова, он с некоторых пор его изменил. Можете пояснить, тонкость вратарскую, так же неудобно играть? Вообще на эту тему никогда не лез, личные дела игроков, если ему так удобно, если вообще. Не хочу даже обсуждать. Кто сейчас является первым матом в сборной? Есть ли у вас предпочтение, когда до начала сбора команда понимает, что фамилия, имя – это наш первый мат? Ну, вот тот год заканчивался, всем было понятно, кто был – Матвей Сафонов. Этот год так, во-первых, мало игр было, да, в сборной – это первое. Второе – Матвей неровно отыграл осень. И на последний сбор у нас были там Саша Селихов и Антон Шунин. Если так брать, то заканчивал чемпионат первым номером сезон Антон Шунин. То есть на Узбекистан мы его готовили, и он нормально отыграл и в чемпионате, и за сборную достойно. Если нельзя говорить, вот на сегодняшний день могу сказать, что вот у нас две кандидатуры – это Саша Селихов на эти игры, вот так, и Матвей Сафонов. Если Матвей будет здоров. А все четыре вратаря полетят? Полетят, потому что по Матвею есть еще вопросы, до конца не определились, насколько он процентов готов, здоров. Я вам больше скажу, у нас рассматривался вопрос, что если бы, например, Матвей сейчас не приехал, то на игру в Питер мы готовы были вызвать Илью, Антратова, и именно с точки зрения, как не просто вызвать в обоим, а сразу играть. – Виталий, зачем вы объясняете такой прогресс при Назумане? Согласны ли вы, что Илья в последний блок его стал огромный спачок вперед совершен? – Ну, во-первых, сделал правильный выбор и не стал сидеть в ЦСКА под Игорем. Мы видели, что из этого у некоторых вратарей получается очень трудно. Понятно, что Игорь сильный вратарь, и там очень трудно выиграть конкуренцию у него. Он просто правильно сделал, что ушел, начал играть. Первый сезон у него был не такой ровный, мы вчера с ним об этом на теории говорили. Второй – лучший. Этот начал вообще очень хорошо. То есть он становится все лучше, все надежнее. Наверное, там и папины гены, и вообще вратарские династии, они всегда были интересны. Я думаю, что это неспроста, я думаю, оно все закономерно, и парень он очень серьезный, вдумчивый. Оно не просто так, он действительно, скажем так, прогрессирует небольшими шагами, но идет, идет уверенно вверх и становится лучше. Если по характеристикам врать, кто в России, может быть, в сборной России из вратарей, которые играют в РПЛ российских, лучший в игре ногами на линии и на выходе? По игре ногами здесь надо смотреть на цифры, да? Здесь цифры. Если говорить по цифрам, то на сегодняшний день, видите, какой вопрос, да? Есть тренеры, которые приходят и запрещают играть ногами. Например, Динамо Москва. Йоканович пришел, до этого был Шварц, и не дают вратарям играть ногами. Просто философия игры другая. Хотя они оба техничные, и Лещук, Игорь, и Антон Шунин, но стиль игры другой. Поэтому здесь трудно сравнивать. Вот сейчас Абаскаль пришел, Спартак, оба вратаря, и Саша Максименко, и Саша Селихов, показали, что очень хорошо играют ногами. Чтобы это понимать, надо вот в этот футбол играть. Они действительно хорошо играют. В этот стиль играет Ростов. Хорошо играет Матвей. Игорь Экинфеев играет, да? Но если смотреть по цифрам, то вот эти вот вратари, они, конечно, выделяются. Как потребует вратаря такой игре, и вроде бы Ксейков подходит, и по характеристикам именно он выиграл ногами лучше. По цифрам, да. За прошлый год по цифрам, да. Просто я об этом не говорю, что он лучший, я с ним работаю. Но то, что по цифрам он делает в среднем 44 передачи, из них в крайнем случае одну неточную. Да, то есть если учесть, что он поднимается высоко, играет за пределами штрафной, как полевой игрок. Одиннадцатый полевой игрок, он нам дает дополнительные преимущества при розыгрыше. И он очень важный игрок для Ростова, для нашей молодой команды. То один из лучших точно. А на линии кто лучше на лошадке? Ну, здесь, конечно, мне сложно говорить. Просто могу сказать, не кто лучше, а Игорь и Саша Селихов. Мне нравится больше, как играет на линии ворота. Чемпионат мира, который прошел в прошлом году, вам дал какие-то идеи, которые вы применяете в сборной. Что-то поменял в, может быть, вашей методике или восприятии игры вратарей? Нет, он только укрепил веру в то, что мы делаем все правильно. Я имею в виду в клубе и в сборной. Мы можем сейчас говорить, что вратарская школа России и вратари, которые играют в РПЛ, одни из самых сильных в мире. Не могу сказать, потому что мы не участвовали в чемпионате мира. Я могу сказать, что наша школа стала сильнее и за эти последние пять лет однозначно сильнее. У нас не осталось иностранцев. Не потому, что мы их не берем, просто потому, что они не сильнее наших. Приезжал сейчас в Бразилию, вы видели, да? Ну, наверное, он в Бразилии хорошо играет. Но то, что он не лучше ни Киржакова, ни Адаевского, ни Саши Васютина, это точно. И причем я вам хочу сказать, вы стали вот эту тему... Вот смотрите, Спартак, Селихов, Максименко, Динамо, Шунин и Игорь Лещук. Потом в «Локомотиве» три вратаря. Вот любую команду сейчас возьмите, везде как минимум два хороших вратаря. Как минимум два равноценных. Почему и не знали? Вот Илью включать в список нет. Там Марината Гелерни, там Худяков. Он только пришел в команду, а поставят они его, не поставят. И вот Сочи, да? Три вратаря. Адамов, вот сейчас Аслан сломался, Адамов и Заболотный. Ну, Заболотный выйдет, он может быть не первый номер, но если надо, он опытный выйдет и всегда заменит. Сейчас вообще проблем с вратарями нет в России. То есть очень трудно, вот сейчас даже любой вратарь, который приедет, или появится какой-то талант, а куда его взять? Сейчас везде, везде хороший вратарей. Все это в совокупности внушает позитив вам, как тренер сборки? Меня это очень радует, да. И усложняет, потому что вот, слава богу, что сейчас такой вопрос не задают, почему шесть человек в список, да? Мне только все звонили, я сказал, давайте до 21 подождем. Получил травму Шунин, получил Джанаев, и этот вопрос отпал. Видите, как получилось, да, что и травмированные были, и не знали, кто будет в «Локомотиве» играть. Надо было семь включать, получается. Тогда было бы там и восемь, и, может быть, Миша Гержаков. В общем, вот так. С Виталий Александровичем бесконечно можно говорить? Давайте последний, может быть, вопрос. Просто как предположение, вот из-за того, что Матвей Сафонов приехал из положения, может быть, с каким-то вирусной инфекцией, потом сейчас стало известно, что Макарчук, не видите, что развивается, может быть, эта болезнь? Ну, последний анализ у Матвея был отрицательный, поэтому он приехал. Но мы все равно на всякий случай взяли тест. Ну, во-первых, потому что это нужно для того, чтобы поехать в Иран, да, это обязательное условие было. Ну, во-вторых, мы тоже должны были подстраховаться, но, тем не менее, еще буквально два дня до этого он себя вообще плохо чувствовал. Даже дело не в том, что тест, а его состояние. Бывает так, что вот человек болеет коронавирусом, он запах не чувствует, а чувствует себя нормально, и он может тренироваться. Здесь нет, у него действительно было недомогание, температура была. Ну, нет такого развития не замечать просто в сборной? Ну, он говорит с каждым днем лучше. Давайте я просто уточню, вы сказали о том, что укрепил вашу веру чемпионат мира. Укрепил веру во что? Ну, то, что надо больше работать и больше времени на тренировках сейчас, игре ногами, передачам. В первую очередь передачам. Раз вы уже спросили, скажу. Вот из среднего вратарь, если брать наших вратарей российских, Сашу Селихова, Матвея Сафонова и Сергея, это вот те, кто больше всего ногами играет, больше всего передач делает, больше 80% это передачи на 15, 20, 25 метров. Это получается, что если игрок делает вратарь за тренировку, 40 передач, допустим, одна неточная, на своей половине, это как минимум голевой момент, максимум гол. И одной передачи можно сломать игру, которая хорошо идет. Чтобы сделать в игре 40 передач, на тронках надо их делать намного больше. И делать с концентрацией. Не просто для количества, там, 100, 150, 200, а на каждую передачу должна быть концентрация. Убедило в том, что над этим надо еще больше работать. Игра ногами, начало атаки. Спасибо большое.